Короче говоря, я потерял сознание. Это было воскресенье. Сегодня был хороший день. На удивление у меня даже ничего не валилось из рук. А затем я проснулся. Кругом снова тлен. Нужно было идти завтракать. Но я еще минут пять неподвижно сидел на диване, будто надеялся, что меня это как-то смотивирует. Затем позалипал в телефон. Позалипал на аквариум. Позалипал в потолок. Похоже, потолок меня смотивировал сильнее всего. Я резко поднялся с дивана и собрался идти на кухню. Но внезапно у меня потемнело в глазах и закружилась голова. Нельзя так резко вставать. Вся жизнь успела пролететь перед глазами, прежде чем я вырубился. Ну зашибись, походу я потерял сознание. И что дальше? Секундочку. Я ведь по-прежнему могу думать и размышлять. А что если я попробую подняться? Приготовился. Раз, два, три. Ого, получилось. А нет, не совсем. Я стал думать, как привести свое тело в сознание. Решил толкнуть себя ногой. Но нога прошла сквозь тело. А ну да, я же теперь типа призрак. Это немного усложняет задачу. Хотя нет, это капец, как сильно усложняет задачу. Я решил позвонить Роме. Но у меня не получалось взять в руки телефон. Я, конечно, сразу проверил свою способность проходить сквозь дверь. О, крутяк. Вернулся в комнату. И стал развлекаться со своей способностью. В этот момент в комнату зашло еще одно мое тело. Оно сказало. Чувак, я, конечно, все понимаю, но у тебя есть всего полчаса, чтобы привести свое тело в чувство. И что потом? Ты умрешь. Мое третье тело ушло. Его слова привели меня в ужас. Ведь если я умру, я так и не узнаю, чем закончится седьмой сезон Игры Престолом. Нужно было срочно что-то предпринять. Я решил надавить на себя психологически. Тебе осталось жить полчаса. Подумай о своих родителях и друзьях. Очнись. Но это не помогло. Решил действовать радикально. Ммм, а там пиццу привезли. Я дернул бровью. Это уже прогресс. Мне нужно было себя разозлить. Ты урод. И твой юмор тупой. И вообще ты никому не нужен. Я заплакал. Ведь против правды не попрешь. Но все же это не помогало. Мне оставалось всего 20 минут. Я решил зайти в туалет. Здесь меня всегда посещали гениальные мысли. Но сейчас что-то нифига. Безвыходная ситуация. Ведь сейчас уже будет проще похороны организовать, чем привести меня в сознание. Оставалось всего 5 минут. Эх, я был так молод. Столько нереализованных планов. От этих мыслей мне стало не по себе. Снова появилось головокружение. И я упал ровно в свое тело. Тут же очнулся. Посмотрел в зеркало. Потрогал зеркало. Я все чувствую. Счастье-то какое. Теперь я снова смогу валяться на мягком диване. Крутить спиннер. И смотреть мультики. За дверью послышались шаги. Ее открыл второй я. Ну что, ты уже умер? Короче говоря, я потерял сознание. Ну а пока я пытаюсь пройти сквозь дверь, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. А еще давайте наберем в паблике у Анту 12 тысяч подписчиков. И тогда мы организуем крутой конкурс на росписи и голосовые сообщения ВКонтакте. Если наберем 12 тысяч, в следующем ролике расскажем об этом подробнее. А новый ролик будет примерно дня через 3. Нажимайте на колокольчик, ни в коем случае не пропустите. Спасибо за просмотр.